Привет, друзья! На словах многие безумные и невероятные события могут выглядеть не очень-то и правдиво. Но к счастью, мы живем во времена, когда практически у каждого человека под рукой есть камера, а это значит, что задокументировать можно абсолютно все. О подобных событиях, запечатленных на видео, мы сейчас и поговорим. Вы на канале «Удивительные факты». Поехали! В ночь на 28 декабря 2019 года над Тихоокеанским островом Гуам, который относится к Марианским островам, были замечены странные метеоры. Жители сняли несколько видео и опубликовали их на Ютубе. Известно, что один из метеоров был замечен вблизи острова Сайпан, другой же — возле острова Гуам, в районе американской авиабазы. В соцсетях также обратили внимание, что при падении космические объекты рассыпались на части, не достигнув Земли. Поскольку власти не предоставили никаких официальных комментариев по этому поводу, местное население стало выдвигать свои версии происходящего. Одна из них звучит так, будто Северная Корея запустила по Гуаму баллистические ракеты без боевой части. Также возникла конспирологическая теория про инопланетян, у которых якобы в этом районе есть подводная база в Марианской впадине. В таких случаях, конечно, интересно услышать мнение ученых, но они, как и всегда, не спешат с выводами. 18 декабря 2019 на южную часть Европы обрушился шторм Эльза. Стихия прошлась по таким странам, как Испания, Франция и Португалия. Но когда буйство природы начало идти на спад, пришел шторм Фабьен. Именно во время его удара по Португалии и было запечатлено шокирующее видео, демонстрирующее всю мощь природы. В итоге были полностью затоплены железнодорожные пути, соединяющие столицу Лиссабон и второй по величине город Порту. Наводнению еще поспособствовали проливные дожди, которые сопровождались порывами ветра скоростью до 140 миль в час. Кажется, будто подобные природные явления разворачиваются постепенно, но на видео с португальского пляжа четко видно, как ситуация может выйти из-под контроля за считанные секунды. 5 января 2020 года аргентинские города столкнулись с небывалой песчаной бурей. Местные жители зафиксировали на видео темное облако, покрывшее все небо. Затем резко упала температура воздуха с 30 градусов по Цельсию до 10. Небо потемнело, и шквальный ветер с песком, сопровождавшийся градом, образовал волну, которая начала сносить все на своем пути. Согласно правительственным источникам, буря окутала город Рио Куарто всего за несколько минут. Сильная гроза сопровождалась градом и мощными дождями с осадками до 40 мм в некоторых районах. Особенно сильно от стихии пострадала аргентинская провинция Кордово, где шквальный ветер скоростью в 125 км в час ломал деревья и рушил линии электропередач. 31 января 2020 года часть пляжа Маринеро, расположенного в мексиканском городке Пуэрто-Эскандида, внезапно начала обваливаться в воду. Инцидент был запечатлен на видео туристами, явно не ожидавшими подобного. В последние годы похожие явления стали настоящей проблемой для многих туристических стран. Однако местные власти заявили, что никакой проблемы здесь не видят, так как случившееся произошло в результате очень сильного прилива, сезон которых уже идет на спад. Сильная гроза с мощными порывами ветра и градом размером с мячи для гольфа и софтбола 11 апреля 2020 года накрыла город Дель Рио в американском штате Техас. По словам некоторых жителей, размер отдельных градин был сравним с авокадо, значительный ущерб был нанесен домам, животным и растениям. Повреждены сотни автомобилей, у большинства транспортных средств были разбиты ветровые стекла и остались глубокие вмятины на кузове. А какой самый большой град доводилось встречать вам? Напишите в комментариях. На этом же все. Спасибо за просмотр, лайки и подписку. Берегите себя!